Спортивный инвентарь для физкультурно-оздоровительного комплекса, ремонт в Доме культуры и строительство социального жилья. Чем живет село Оксино в летний период, смотрите в нашем следующем сюжете. Как и в большинстве окружных сел, Дом культуры в Оксино был построен в 80-х годах прошлого столетия. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 2008 году. Если внутри помещения выглядят неплохо, то снаружи здание требует значительной реставрации, в частности крыша и обшивка. Когда будет ремонт, неизвестно. Поэтому пока сотрудники учреждения делают то, что могут сделать своими силами и средствами. В первую очередь филиал Хангурея 65-го года постройки. И в нацпроект он включен. Именно капитальный ремонт этого Дома культуры в Хангурее. В основном сейчас мероприятия все проводятся в период пандемии на площадке. И вот эта часть является сценой, так скажем. И поэтому хотим ее обновить, потому что до 31 августа уже мероприятия запрещены. Как там будет дальше, пойдет, не знаем. На перспективу делаем крыльцо побольше, поудобнее, с пандусом совсем, чтобы соответствовало требованиям. И так готовимся к независимой оценке. Качество обслуживания в этом году у нас пройдет. Физкультурно-оздоровительный комплекс села, как и Дом культуры, является популярным местом времяпровождения среди жителей Оксина. В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, мероприятия здесь также стали проводить реже и то на улице. А для того, чтобы сделать их более красочными и интересными, на днях были приобретены аттракционы. В 2021 год губернатором Юрием Васильевичем объявлен Годом Добра. И как-то это подталкивает, наверное, делать добро и нам, делать и мы делаем добро, и нам делают добро. И вот последнее приобретение – это, опять же, Николай Иванович Быхан, аттракционы, спортивные аттракционы для проведения веселых стартов. Чтобы мероприятия были более праздничными, более веселыми, более зажигательными, интересными. Не с пустыми руками ФОК посетил в рамках рабочей поездки в Пустозерский сельсовет сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев. У нас не было для большого тенниса мячей, ракеток не было. Дартс у нас был, но мы его постоянно используем, поэтому он у нас уже приходит в негодность. Поэтому с большим удовольствием мы приняли подарок от Дениса Владимировича Гусева. Это дартс и большому теннису ракетки и мячи. Летний период – время благоустройства, ремонтов и строительства различных объектов. В этом году в Оксино и Каменке планировалось начать возведение четырех квартирных домов под социальное жилье. В этом году для Оксино у нас выделены денежные средства, определены места, сделана подсыпка земельных участков. Но не выходят потенциальные подрядчики, поскольку возросла стоимость стройматериалов, невыгодно, в убыток себе естественно не будут работать. Поэтому, наверное, стоит рассмотреть увеличение стоимости квадратного метра, возможно, тогда и пойдут. На сегодняшний день в очереди на жилье в Пустозерском сельсовете состоят чуть больше 30 семей.